Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В два раза больше, чем годом ранее. При этом он лишился внедорожника «Мерседес-Бенц», который теперь записан на жену. «Единорос» Рахим Азимов задекларировал доход в 7,5 миллионов рублей против 4,2 в 2018 году. В автопарке у него, как и прежде, «Рейндж-Ровер», «Тойота Ландкрузер» и «Грузовой УАЗ». Доход его коллеги по парте Олега Валенчука – 5,5 миллионов рублей. Сумма выросла за год на 600 тысяч. Единственный из представителей нашего региона, кто потерял заработки – это эсэр Вадим Белоусов. Он получил в 2019 году 5,5 миллионов рублей, что в три раза меньше, чем годом ранее. Самый богатый депутат Госдумы по итогам 2019-го заработал более 2 миллиардов рублей. Это член фракции «Единая Россия» Григорий Аникеев, владелец компании «Абигруп», который занимается мясопереработкой и строительством. В Кирове продают фитнес-клуб за 2 миллиона. Это женский клуб «Здоровая привычка» в юго-западном районе. О продаже бизнеса собственники заявили в соцсетях. Они сообщают, что продают все учредительные доли, то есть бизнес на 100% перейдет в руки покупателя. Также зарегистрированный товарный знак. В Кирове клуб работает с 2011 года, правда, последние 4 месяца, как и все остальные фитнес-центры, простаивал. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, сфера не работала с конца марта. Проводить полноценные групповые занятия фитнесом в регионе разрешили только в начале прошлой недели. Отмечу, что продают свой бизнес и представители других сфер, пострадавших от ковида. Так, в Кирове за 50 миллионов продается гостиница на Пристанской, а у кафе-бара «Фабрика» недавно появились новые собственники. Экономика. На 101 АФМ. Власти готовятся принять закон для поддержки инвесторов. С предпринимателями в очередной раз обсудили закон об инвестиционном налоговом вычете. Предполагается, что его предоставят проектам, которые одобрят Координационный совет при губернаторе. Они должны предусматривать вложение 100 миллионов рублей в новое производство и создание 10 рабочих мест. Если речь о модернизации существующего, то инвестиции должны составить 50 миллионов. Цифру сократили по сравнению с первоначально предложенной в два раза. Если проекты касаются культуры, науки и здравоохранения, то достаточно вложить 10 миллионов рублей. Вычет составит от 50 до 90%. ВТПП отмечают, что преференция может стать нецелесообразной, поскольку лишит бизнес действующих льгот по налогу на прибыль имущества. Кроме того, некоторые сферы вообще не представлены в списке потенциальных получателей. Экономика. В завершении выпуска о валютах на сегодня доллар стоит 72 рубля 97 копеек. Официальный евро 86,47. Ольга Белезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...